Вот первый фильтр, вот второй фильтр только для объекта. Итак, теперь по той же схеме берем сначала подключаем ноды divide. Для того, чтобы воссоздать raw reflection подключаем к фильтру канал B, к ноде reflection подключаем к канал A. Результат мы видим практически идентичный. Дублируем ноду divide. К каналу B опять-таки подключаем фильтр. К каналу A слой refraction. Вот мы и воссоздали raw refraction. Далее опять-таки при помощи ноды multiply. Raw reflection. Подключаем канал B. То же самое здесь. A подключаем к refraction фильтру. B подключаем к raw refraction. В итоге у нас получилась схема точности такая же, как исходное изображение, только мы уже имеем raw пассы, которые мы можем использовать. Правда все же таки, если присмотреться, то будут видны некие артефакты изображения. Ну вот здесь, например, несколько пикселей имеет немножко другую яркость. Вот здесь еще один, не знаю, видно ли вам эта разница. Дело в том, что, наверное, идеального композа не добиться смешивания большого количества слоев. И чем больше слоев, тем больше вероятность того, что какой-то где-то слой в каком-то пикселе не так просчитался. Причина, наверное, тому не одна. В некоторых случаях, таких как в этом, например, изменение незаметно практически. И иногда ими можно побрезговать. Но иногда, к сожалению, могут довольно неприятно повлиять на качество картинки. Поэтому от них нужно избавляться. Избавиться от них можно довольно простым путем, который я нарыл в интернете. Суть этого метода сейчас объясню. Прежде всего, нужно в схему добавить еще один паз, который я просто не добавлял. Поскольку все это дело я только для того, чтобы показать сам процесс объединения. Для полного дополнения картины нам еще нужен один паз, который называется Specular. Особо на картинку он не сильно повлияет, поскольку он в основном будет виден в этой части стены, которая довольно яркая. Но сейчас, когда мы будем искать те пиксели, которые не были в учтении сцены, то выплывет нас Specular. Поэтому учтем его сразу же. И вставим нашу картинку. Теперь, как можно найти вот эти потерянные пикселя? Как можно подправить изображение, чтобы оно на 100%, или приблизительно на 100%, пускай там на 99, было такое же, как исходное. Если есть видимая разница между наложенным изображением и слоем RGB, которые у нас есть на исходной картинке, значит эту разницу можно как-то найти. Как найти разницу между числом 10 и 9? Правильно, нужно вычитать. Вычесть из 10 девятку. Как найти разницу между RGB слоем и смешанными каналами? Все так же. Нужно вычесть из RGB слоя все введенные нами каналы. Доведим в сторонку при помощи ноды Shuffle RGB слой. Назовем RGB 1, например. Или даже RGB fix. И теперь мы при помощи ноды Merge операцией минус Вычтем все слои, которые мы только что включили в нашу схему. Только без RAW слоев. То есть GI, Lightning, Reflection, Refraction, Self-Illimination и Specular. Итак, оба канала подключаем к RGB fix. Операцию выбираем минус. И в канале B указываем тот слой, который мы хотим вычесть. Итак, идем по порядку. Первый слой Global Illumination. Вот наше изображение уже без глобального освещения. Дублируем ноду. Теперь вычитаем слой V-Ray Lightning. В этом случае изображение уже без источника света. Следующий слой. U-Ray Reflection. Есть. Ушли отражения. Налием. Стеклянный шар F-Fraction. Self Illumination, есть у него новая лампа, нет у него новая лампа. И последний слой, который мы только что добавили, это слой Specular. Вот он. Если мы его не добавили, то вот эта вот разница получилась. На первый взгляд мы ничего не получили. Вырезали все и получили черный экран. Но на самом деле это не совсем так. Если мы поводим курсором по черному экрану, то мы увидим, что каждый пиксель имеет какое-то значение. Оно очень маленькое, но все-таки есть. Вот это есть недостающая разница. Увидеть ее мы можем при помощи увеличения параметра гаммы. Вот они. Вот это вот та потерянная информация. В данном случае ее довольно-таки немного, поскольку мы видим значения пикселя очень маленькие. То есть разница эта практически будет незаметна, но все-таки вот она есть. Теперь же просто при помощи опять-таки ноды Merge операции плюс. Реплюсуем ту недостающую информацию к получившемуся изображению. Плюс. Вот теперь у нас картинка теоретически должна получиться максимально одинаковой и с входящим изображением. Если проверить те участки, которые ранее были заметны, то сейчас даже ни один пиксель не будет отличаться от пикселя в исходном изображении. Я думаю этот урок был полезен для тех, кто только начал заниматься компоновкой фильтров и RAW Pass. Желаю всем удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова